Мы находимся в музее в Афпаторе. Сейчас нам проведут экскурсию в музее. Кому он там тащит? М-м-м, паук. Большой в скалопинре. В господине, в шоу, и хвостоков. Детеныши живойского караффулы-катран, взрослый особь достигает нега. Уголь змееподобный рыба заплывает к нам с рек. Здесь у нас терпение. М-м, паука. М-м, паука. Вот мы расскажем о паутории у станции Прибрежная в Сахском районе. Поглядеть на участок. Ученые считают, что мужчине было сонных лет. Ростом около 180 сантиметров. Раноязычные племена. Они с детства умели ездить на лошадях и хорошо владели оружием. Это каменные из Майами с изображением скифских войн. На боку обычно изображался, что на полотен нашем музее. В 2000 году при реконструкции улицы Дубановской было обнаружено и северо-западом. При городке уходили вещества вулканического происхождения. Лак не растворяется даже в современных кислотах. Более 2000 лет не потерял свой блеск и деталей. Также, видите, тарапан это приспособление для давления винограда. Тарапан и виноград обычно давили под преск. Составу фасос, радост, не очень спортсменов. Спортсмены перед состязаниями натирались в маслах. Тарапуртовые статуэтки, предметы из обожженной глины, могли изображать в древнегреческих поковках, например, богиня плодородия Демир. Много винограда, стабильная деревенца, салтар, посвященный в 1935 году н.э. в Крым страдают судьбу. Канализационная труба, водопроводная труба, монеты различные, курилки. Продолжение следует... Тарапуртовые статы и родные статисты. Тарапуртовые статы находятся деревянные, нос, пианы, лазы, кофемолка, золотые и серебряные нити. Тарапуртовые статы представители манной народности Крым. Бронзовый век. Казарских пленок, исповедующие карой, обычно с растительным или по геометрическим обманутом. Посредине потолка придется и условие наследования преданного. Подписывался Шитар 12-й свидетель. В богатых домах были большие столы из-под ног, шапочка без, бархатная кофточка. Элемент потолка. В 18-м веке наш город становится ценным. В настоящее время караимов не много. К Крыму проживает около 600 человек, из них и в Адуре чуть более 8. В такой обуви женщины ходили в турецкую баню. Язычная иудейская этническая группа, исповедующая ортодоксально. О русском этносе первым был затяжок 19-го века, а тем временам более совершенны, чем и другие. После присоединения Крыма к России в 1783 году здесь поселились. Крымские немцы с фуровой и фаянсовой посудой. Это так вообще классно. Перед вами фаянс 19-го века, германский, а также английская маникруктура в Одессе. Ой, здесь какая мебель шкалная. В городе дома, в городе дома, в гостинице, в ресторанке, в городе, в 19-м. Изображена здесь растительная область, и для природы, и отличная жанра. Классно! Очень тонкие, изящные. Одни из первых поступлений. А вот эта фабрика Острого Луна устраивала множество кнопок вонок. В то время в них вставлялись свечи. Была вся убита цветами. Острого Луна находилась внутри Кенназ, молитвенного дома Каролина. И была. Крымское кальство стало независимым от Турции, а Россия получила выход. В этом году, в которой я размещала стартный полковник полководца Александра Васильевича Тургова. Он восстанавливал. В этом году я была вот этим учебник на русском языке. В город он был подробный. И сам он все-таки смешно. Он был подробный. В этой войне наш город был сдан без боя. Здесь разместился вражеский гарнизон. А 2 ноября вступок к Севастополу. Где шла первая 349. Николай II со своей семьей в Вентигазеру. В спецвыпуске «Патарейские новости» 1916 года. Рассказывающий о посещении императорной эпохи. Церская семья прибыла сюда на поезде. Посетили Святый Николаевский собор, где был отслужен молебен Крымский. Врач Черкиса. Одного из основателей эпохи. Севастополу. Вся мебель начала двадцатого века. И более стальная. Самый Лосипович Черкис был врачом-федиатром. Он научно обосновал значение лечебных природных факторов. И в Патаре. Стало инициатором превращения нашего города в образцовую детскую здание. Также видите, какая была денежная система в то время. С началом гражданская война из Фомэра. Гражданская война в Крыму продолжалась с октября. Предприятие того периода – это Реум-завод. Позже и в Патарийских опытных экспериментов. Свидетельства, по которым учили. Свидетельства такие были тоже выдавались. В окончании началась Великая Отечественная война. Снафронт. Боли, крепости, порывы, блокады, мембраны. Летчики – герой Советского Союза. Божевали в Патаре. Константин Денисов, командующий «Анш» десант, пришедший из Севастополя. Судьба евпатарийского десанта, казарака, человек живых осталось менее старой. Эти фотографии командующей группы «Руссовки». Один из памяти десятых носили дети в санаторий и смена. В каждом санаторий была своя пиаметская комната. И в Патаре в настоящее время это курорт для семейного логика. Судьба – событие воссоединения России и Крым. 1 марта 2014 года на здании городского совета. Деревянная фигурка, мустика, мудрость, золотую пальму. Подвеска, мустика, ящик, полифон. Средина 19 века изготовлен в Германии. В конце 19 века в России и в Средней Азии представлены здесь накидка для волос, височные подвески, бумары, плюгольчики, пупляны для пронения мудрость. Украшения в Средней Азии вносили не только в ушах, но и в нос. Это было издельно, натиралось для блеска, чтобы можно было смысл. На выход.